Северный поток-2 В частности, жители Петербурга и Ленинградской области. Кургальский заказник – это природная жемчужина, которая нет равных на всем северо-западе России. Реликтовые дюны, нетронутый лес. Здесь около 250 видов птиц и 750 видов растений. Многие из них находятся на грани исчезновения. Можем сказать, что по уровню биологического разнообразия и по количеству видов охраняемых и редких видов растений, животных, которые населяют эту территорию, равных этой территории, аналогов этой территории нет. Достаточно сказать, что в Кургальском заказнике на этой территории известно около 100 объектов только растительного мира, которые включены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ленинградской области. Газовая труба будет проложена здесь, вдоль побережья Финского залива. Далее она пройдет по дну Балтийского моря. Строить газопровод принято траншейным способом. В первую очередь пострадают деревья, многим из которых уже больше 100 лет. Согласно проекту, будет вырублена полоса уникального леса шириной в 60 метров и протяженностью в несколько километров. В 2012 году введена в эксплуатацию первая ветка Северного потока. Тогда особых претензий у экологов не было. А вот строительство второй ветки вызывают у специалистов серьезные опасения. Да, будут уничтожены полназемные части. Вот те сообщества, в первую очередь, связанные с прибрежной территорией сообщества редких растений. Это, может быть, места гнездования каких-то видов. Это таковища глухаря и тетерева. В морской части, в первую очередь, будут побеспокоены в период строительства места кормежки, нерпы и серого тюленя, и места стоянок птиц. Но в дальнейшем, соответственно, территория будет дальше деградироваться. Серых тюленей в Финском заливе осталось около 200 особей. Когда нет льда, большинство из них находится в заказнике. Животные отдыхают на рифах и кормятся в акватории Кургальского полуострова, в том числе в Нарском заливе, через который пройдет один из участков газопровода. Это не единственный вид уникальных животных, который может пострадать. В этом году в заказнике была обнаружена пара орланов-белохвостов. Гнездо этих птиц, редкие для наших мест, нашли на высокой сосне, совсем рядом с трассой будущего газопровода. Даже если эту сосну не срубят, орланы оставят гнездовье, уже ставшее для них привычным домом. В компании «Нордстрим», которая и будет заниматься строительством газопровода, считают, что опасения экологов сильно преувеличены. И маршрут для прокладки газовой трубы был выбран самый оптимальный. Вот к северу от Петербурга уже ни один туда газопровод протащить невозможно. Остается только территория коммунистерского района. На этой территории были выявлены, в общем, две возможные точки пересечения береговой линии. Одна – это возле мыса Калганка, Суркинский полуостров, недалеко от Вестина. И через Куземкинское сельское поселение, Нарвский залив, в соответствии с пересечением Бургальского заказника. Поэтому по совокупности и экологических, и социальных факторов было удано предпочтение маршруту через Нарвский залив, через Бургальский. За последние четыре месяца в Кингисеппе прошли аж пять общественных слушаний, где компания «Нордстрим» предоставила документ по оценке воздействия на окружающую среду. Однако в объективности этой оценки на основании результатов собственных исследований сомневаются петербургские ученые. Там существенно занижено количество видов, попадающих непосредственно в коридор трассы. А видов этих там прилично. И число особей, которые произрастают. То есть компания пишет там о единичных особях, тогда как там тысячи, просто десятки тысяч особей растений, крупнейшие популяции попадают именно в коридор трассы. Российское и международное законодательства запрещают строительство линейных объектов на особо охраняемых территориях. Положение о Кургальском заказнике допускало такую возможность, если речь шла об обеспечении функционирования населенных пунктов. В июле этого года в положение о Кургальском заказнике были внесены изменения. Теперь на его территории разрешено строить газопровод, шоссе и другие линейные объекты. Это решение правительства Ленинградской области оспаривает в суде международная организация «Гринпис». Идет уже второе судебное разбирательство. Видеосъемку нам не разрешили, хотя заседание открытое. Поскольку мы абсолютно уверены и считаем, что мы достаточно объективно доказали, что строительство линейных объектов любых в любом случае будет нарушать природный комплекс, значит, это постановление противоречит требованиям федерального закона об особо охраняемых территориях. Сейчас на нас две задачи связаны. Первое – добиться нормального режима заказника. Второе – не допустить строительства газопровода «Северный поток-2» через территорию заказника, но по крайней мере тем способом, который они планируют. «Северный поток-2» пройдет от России до Германии. И там береговую полосу пересекут микротоннелем. На сегодня это один из самых щадящих способов прокладки газопровода. Однако в России от такого варианта отказались. Рассматривали возможность микротоннеля, чтобы вообще не затронуться. Но микротоннель такой длины, в общем, никто не взялся построить слишком высокие технологические риски. Один из главных противников газовой трубы в заказнике – эксперт по коренным народам при ООН Дмитрий Харака Зайцев. Он считает, что газопроводу вообще не место в Кингисепском районе, так как пострадают коренные жители, представители малых народностей. Потому что для Ижор, для Води, природа является одним из основных элементов их нематериальной культуры. Это сопряжено с определенными традициями в сфере верований. Это сопряжено с определенными традициями в сфере хозяйствования. Это сопряжено с ежедневной жизнью представителей этого народа. Представителей малочисленных народов Ижора и Води во всей России осталось около 200 человек. Им удалось сохранить свои культурные традиции и даже язык. Охота и рыболовство – основа уклада их жизни. Компания «Нордстрим» обещает инвестировать немалые деньги в развитие Кингисепского района. В частности, планируется строительство химических заводов. Вот это страшно, потому что сейчас и экологи, и правозащитники каждый раз говорят о том, что нельзя такой концентрации промышленных объектов допускать на очень маленькой территории. И тот ущерб, который, например, кто-либо из инвесторов хочет сейчас при строительстве компенсировать путем предоставления каких-то благ, например, коренному населению, или организациям коренного населения, он абсолютно несопоставим. Что же касается обещанных благ, то сами коренные жители в них не особо верят. Много они на своем веку наслушались заманчивых речей чиновников всех мастей. И пришли к выводу – если сулят горы золотые, это не к добру. Столько раз нас уже обманывали обещаниями, что мы сейчас уже никому не верим. Вот мы, местное население, и жоры, мы больше никому не верим. И ждать нам хорошего ничего не приходится. Мы же не пришли сюда кому-то, а пришли к нам. Как приходят в гости с уважением и почитают хозяев. Мы хозяева этой земли. И при таком, поэтому, это вопрос даже не стоит, что мы покинем. Мы не уйдем отсюда. Это я думаю, не только от себя говорю, а говорю от имени всех из жор. На сегодня страсти по заказнику перешли в новую стадию. О точных сроках строительства газопровода пока никто не говорит. «Гринпис», проиграв дело в Петербурге, готов оспаривать решение в Верховном суде. Компания «Нордстрим» направила всю проектную документацию в Росприроднадзор для государственной экологической экспертизы. В конечном итоге именно она должна решить судьбу проекта. А Кургальский заказник готовится к зиме в тишине и покое. Вековые ели покрыл первый снег, а опустевшее гнездо орла на Белохвоста ждет возвращения своих хозяев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова